Здравствуй Много бед, но тебя не предал, я з тобою Компанія Зернотрейдер, яка проділює дорожку для зерна От товаропроизводителя до конечного поставщика На цьому предприятии ми обрабатуємо товаропроизводителів, які привозять нам зерно Продають зерно, ми приймаємо зерно з автотранспорта, ждтранспорта Подальшим дороботуємо до нужного качества, відправляємо дану зернопродукцію Як ждтранспортом, так і автотранспортом І основна функція, це ми загружаємо зерно на водний транспорт Баржи власної компанії, це великі баржи, які плавають у нас по Дніпрі Грузоподйомність баржи це 4 тисячі тонн Крім інчуге, ми баржу загружаємо на неповну загрузку Це на 3 тисячі тонн в зв'язі з малою пропускною способністю Дніпра в районі Дніпродєржинська Якщо брати регіони нижче Дніпродєржинська, ми дані баржи грузимо на повну їх загрузку Баржи нашої компанії мають великі габаритні розміри Це 100 метрів длиною, 16 метрів шириною Ми маємо в своєму владенні 24 нових баржи і зараз строїться 6 нових буксіров, які будуть переміщати баржи по Дніпрі Путь зерна починається на предприятий, це із проходної, коли машини заїжджають Є автоматичні пробоотбірники, які відбирають проби, формірують аналіз зерна в лабораторії Далі машини поступають по своєму поті на вісову Весь учет ведеться в електронній формі Далі машина, як заїхала, зарегіструвалася, далі вона по комп'ютерної цепі прослежується до самого виїждження Ну, а далі все побачите Зараз осуществляється погрузка зерна в вагони, можна побачити наочно Прийомки на даний момент Показателі лабораторні – це влажність, сорт Це дуже безпекається Якщо пшениця йде на класницю, там відмивається клейковина, білок То вже трошки довше Пшениця є на кишоні Можна зважитися, вес побачити О, зараз ми станемо всі Тобто, хто перший стає Продвигайтеся далі Не стрібайте Не стрібайте, воно вже ціше показує Ви мене підскакують Стартовані встановки датського производства Рукавные фильтры с суточным выбросом пили в воздух максимум 12 грамм. Это очистка воздуха, отработанного воздуха, чтобы не было выброса пили, воздух проходит через фильтры. Осидают пиль на фильтра, это фильтры новой установки, производства Данії. Он в своем сущности заключает фильтры, через которые проходит воздух из пили, пиль оседает на фильтрах, по мере накопления имеется пневматическое встряхивание, которое встряхивает, и пиль отделяется вся в бункер. Через выхлопный патрубок выходит чистый воздух. Максимально в сутки может быть 12 грамм пили в воздух. 12 грамм пили – это почти нечто. Вот вы представляете, 12 грамм за сутки? Да, в сутки. Всего вылетает, так что батькам, чтобы сказали. А так все, пиль остается в бункере. И куда потом девается она? Пиль, ну, она подмешивается назад в зерно готовой продукции. И крово кидают. Образуется пиление, ну, как машина разгрожается, с машины пилить, как едет машина, в машине не пилить. Мы эту пиль в момент пиления отбираем, накопляем ее у фильтра, или на автомобиле разгрузчик, или прочего, так скажем, бункера. Подальше, эта пиль, уже когда она устаканилась, имеет твердую форму, ну, как это самое, она подмешивается в это зерно, потому что это мучная пиль, и по ГОСТу допускается, там, зерно в 2% сора. О, нам не имеет смысла, ну, и там, на корм съедать, или кто там, в пиль, она назад вернула. Мучка получается. А какая вместимость у этого такой есть? 5 тысяч тонн. 5 тысяч тонн? Да. При хорошей работе мы в сутки принимаем 4 тысячи тонн, 4-200 тысяч тонн. Это получается практически, так скажем, 90% емкости, 85. То 4 тысячи тонн, чтобы принять, мы принимаем в сутки десь 200-220 тонн, 6 кВт, 2 трансформатора, 1000 кВт каждый стиль. То есть конденсаторные установки для компресации реактивной энергии. Днище с активным вентилированием. Те склады не имеют роднище, на отличие от этих. Это позволяет зерно в любом периоде времени, если изменяется температура зерна, продавать наружным воздухом. Те склады, из-за того, что они больше, они больше по высоте, если меньше по высоте и меньше в диаметре, то диаметр 22, то это высота, то склады 24 метра, то склады 20. Диаметр 11. Машина, когда прошла все процедуры, контроля качества, взвешивание, она получает нависовый корешок, приезжает, тут стоит. Есть оператор автомобильного разрушения, приходит на этот корешок, смотрится, по рации, даёт команду оператор-диспетчеру, вот окно на цифрою 2, это операторское. Там сидит оператор-диспетчер за компьютером, и на компьютере отображается вся технология элеватора. Весь элеватор управляет с одного компьютера. И в зависимости от того, на який склад зерно, это отмечено в корешке, который он получил нависовый, он уже определяет, или цей машине подождать, выгрузит пару тех, что на яме есть зерно, или каже оператору, что переключить маршрут, он переключает маршрут и высыпает машину. Если машина того качества, яка находится сейчас на яме, ее высыпают на яму. Машина заезжает, рулетние ворота закрываются, машина выкидается, переворачивается, может, машина сама, там установка, которая поднимает машину и высыпает. Все это наблюдается с операторской, это желтого через окно. Включается аспирационная установка, которая в помещение в момент высыпания зерна, где великий выброс пили, когда это присосы пучий материал, она сюда. Там аспирационная стенка, на которую натягивается вся пиль, налипает на фильтрах, тогда контролер бачит, что фильтры подзабились, он встряхивает эти рукавные фильтры, и впадает пиль назад в ту яму, просто не имеется взвешенного состояния. Пиль вона вредна тоді, когда она взвешена в состоянии. Когда она лежит, как продукт, она американского производства, Метюс Компані, называется столбовая, сушилка постоянного действия. Вона слушает зерно потоки, зерно засыпает через верхний бункер, формирует по бокам дві стенки, вовнутрь рабочей зони введено дві горелки Вентурі, которые управляются модульным клапаном, регулируется контролер, постоянно ведет контроль теплоносителя в зоне. Тоді вентилятором, два вентилятора, продувають цей теплоноситель через зерно, він виходит нанаружу, тим самим постучит зерно, но зерно постоянно двигается. Вигрузка з зерна регулируется, внизу есть в виде шлюзового затвора, шлюзового затвора – это выгрузные вальцы, они получают всю эту секцию зерно, оборачиваются, закрывают эту зону, тогда выпускаются в нижнюю и степают. И так они выгружают. Вся эта выгрузка сделана от двигателя постоянного тока и с терристорной регулировкой, что позволяет постоянно регулировать. Зона установки. В всех асперационных установках такой тип центральный материал, через который витруется воздух, виходящих, воздух мы не выгрузим. Производитель допускает 12 грамм на доску, это при тролгосуточной работе, и при максимальной подачи пилинги. Когда она начнется, вода закрывается, машина прикидывается. Это платформа, что выстрелите, если включить, она на гидросуфит выгрузится, и выкидывается сюда на метро. Сюда выгрузится, отсюда поднимается пиль. Пиль втягивается в аспирационную установку. Воздух, 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 пиль налипает на эти фильтры, но наверху есть пневмокушки, которые выстрелом скакают фильтры, и пиль из фильтров падает, она сюда вылетает, ссимается и назад вертается в это зерно за коврышку. Это если прицеп машины, машину на бок переворачиваю. Видео. Не двух לכ. Машина прикл челла, сaltается, на аспирационной установке, всяidamente Hessна и назад вертается. Внизу все бачили заваленную яму, туда идут, это бухто, как укрепление зерна, где транспортеры убирают зерно, подавят на рабочую башню дальше по технологии. Вся платформа поднимается таким образом. Подделение погрузки. Вагоны передвигаются способом маневровой лебедки. Этот трос засыпает все вагоны и передвигается без действия маневрового тепловода. Вагоны вниз, сейчас вагоны заехали. Сейчас мы пройдем, тогда может зайдем. Сейчас там предельно опасно, потому что это объект повышенной опасности. При движении лебедки есть он канат и трос великий. То трос, когда двигается, до него вообще находится на расстоянии не ближе 5 метров. Потому что трос имеет большое усилие. Это 140 тонн на разрыв. Может передвигаться 16 вагонов. В этой емкости еще две недели была полная зерна. Сейчас ее разгрузили. Вся бочка пыльна, потому что две недели она была полностью загружена зерном по крышу. Это термоподвеска, которая измеряет температуру зерна. Вся эта температура показывается на компьютере. И мы тогда видим температуру зерна, от емкости, если у нас есть какие-то точки, наступает все влажность. Все равно долго не лежат. Она начинает согриваться, гнить и так далее. И ее надо постоянно поддерживать. И эти термоподвески – это средства контроля. Мы постоянно видим, в емкости как загрузилась, все ворота закрываются внутри. Здесь нагрузка насколько велика, что такое количество болтов. Болты тут находятся в повышенном классе прочности. Это 8,8, не 5,8. И даже при неправильной эксплуатации эти болты могут обрываться. И приводить до страшных последствий внутрь открываться. Надо освободить до ворот. Потому что нагрузка велика, толщина ворот. Ви бачите, соответственно, запорные четыре. Здесь очень большая. Тона – много. 100 тонн – очень много. 1000 тонн – вообще много. А тут 5000 тонн давят. И на этот бетон давят 5000 тонн. Внутри этого короба. Одна стенка – это другая. Между ними зерноиды. Внутри горит пламя. Это пламя до полтора метра. Они дают температуру 120 градусов. И эта температура с помощью вентилятора мы видим. Протимается и проходит. Створишь и так. Крізь зерно. И выходит уже оттуда в плащу. 7 вентиляторов. 7 не зависит от. Еще не бачим пыль. 12 грамм в сутки на 24 часа. 15 грамм. Здесь горят поologne. 2 вентиляторов. Дилikt его губ alТ BTS. 6 СПРК Устак. 3 4 4 4. 2 вентилятор. 2 Бaperед goal. 4 4 00.86. 6 . Если полностью опустить, я до води достану, для того, чтобы я грузим в баржу тоже не было пили. Есть машины очень большие, не каждый кран под ним. Мужчина всегда даже летит на руках, а после того, как мы включим компрессом или включим операционную установку на КОСС. Я хочу сказать, что вы должны включать искусство. Выключается, 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 выключается. Стрела выдвигается на 14 метров в Днепр. Она 60 тонн вес, ее привозили ни одной машине. Она двигается, я полностью не буду двигать, но таким образом она двигается еще на 14 метров. Кроме того, что она с часу выдвинута, это минимум она выдвинута на 2,5 метров, на 14 метров, поэтому она перехватывает 16 метров в баржу. Движение машины вперед, как метро. У меня тормоз сдал. У меня тормоз сдал. Движение на сдал. Уже великий вес, двигается. При любом нажатии на этот шнур машина сдрабатывает аварийная остановка. Вот причал, как строится, вот причал, если вы посмотрите, там заканчивается бетонная стенка. Здесь насосная станция. Тут стоит дизель-генератор, который обеспечивает безперебойную работу. И стоят насосы, которые обеспечивают пожарную воду души. Это самотечное оборудование. При этом это зерно. Задание оператора управлять этим зерном. Зерно, если точную вот эту точку, он может его отправить до 0-2 или отправить на 0-1. В зависимости оттуда движка откроет. Если эта затычка закрыта, то зерно пошло сюда. Если эта затычка открыта, то зерно пошло сюда. И таким образом, тут есть буквальное помещение. Буквальное помещение глубиной 5 метров. И практически расходится под всю территорию бетонной поры. И в следующей серии. На одну штуку. Германский сепарат. Первый шнур зим. Это может противнейшего. Аккуратно, ничего не видно. Юля, ты? Юля, ты что? Субтитры создавал DimaTorzok